Итак, сегодня делаем грибы с картошкой. По моему фирменному рецепту. Так, значит первое, разогреваем сковородку, туда немножко растительного масла и шматочек для вкуса сливочного масла. Поскольку нормального сливочного масла сейчас в России нету, то это, ну типа спред что ли, блин, или что это такое. Или маргарин такой. Ну на вкус нормально, придает определенный вкус. И потом когда разогреется, добавляем туда лук и немножко поджариваем. Так, вот пока обжаривается лучок, полукольцами. Быстро нарежем этих помидоров. И обжарим еще и помидорки вместе с луком. А уже потом добавим грибы. Грибы у нас сегодня такие. Короче, тут обабок. Маленькие маховички, несколько штук. И два-три штуки. Блин, как они? Поддубник что ли? Грибы с такими красноватыми шляпками и желтыми ножками. Но все грибы получаются благородные, короче. Пленочных нету, типа сыроежек и рядовок. Так, вот, теперь кинули помидоры. Сейчас они маленько на среднем огне с луком пропарятся. Излишки жидкости испарятся. И тогда кинем грибы. Грибы тоже дадут жидкость. И тоже уварятся раза в два. И только потом уже картошку. Картошку можно пожарить отдельно и добавить потом. Тогда она чисто жареная будет. Но я так долго возиться не люблю, поэтому кину картошку в оконцовке в общую кучу. И она скорее протушится. Получится скорее тушеная картошка с грибами, с помидорами. Ну, тоже ничего. Так, ну вот. Лучок и помидоры излишки влаги практически выпарили. Ну, можно было и не ждать, потому что грибы сейчас тоже влагу дадут. Поэтому добавляем грибы. И все это вместе пускай термообрабатывается. Сейчас грибы раза в два ужарятся. И тогда можно будет добавить картошку. И все, посолила, готово. Так, ну вот. Грибы практически готовы. Жижа практически выпарилась. Осталось только масло. Но во время жарки надо периодически помешивать, чтобы не приставало к сковороде. Не пригора... Ну, прилипнет. пытаются прилипнуть к сковороде, короче. Ну, вот. Теперь можно картошку сюда крупно-ломтевую. Я обычно ее на жареху теперь так жарю. Раньше соломкой. Но она слепалась, сломалась. А вот так у нее поверхность соприкосновения со сковородой между собой небольшая. И поэтому картошка не слепается. Вот. Ну, грибы, короче, жарились где-то минут 20. И сейчас еще минут 20-полчасика вместе с картошкой. В оконцовке посолим, кинем укропу, каких-нибудь специй. И накроем ненадолго крышкой, чтобы пропарилась. И все практически будет готово. Ну, вот как-то так примерно. Последок, значит, подсаливаем. Приправка. Так, это паприка. Как я говорил, ее девать некуда, блин. Везде ее сыплю. толку у нее, по-моему, никакого. Красный цвет придает такой интересный. А тут еще мороженый укроп. Ну, вот теперь все это быстренько перемешиваем и накрываем. И накрываем крышкой, короче. Пускай картошка, которая еще твердой осталась пропарится и станет мягкой. И все, можно есть. Ладно, что получится, еще покажу по итогу. Ну, вот и все. Прекрасно. Вкусненько. если есть зеленый лучок, и его сверху можно накрошить. А еще у меня там в холодильнике хе. По корейскому рецепту целый тазик наделал с овощами. в такой картошечке рыбка хе сама то. Все, пользуйтесь. Очередной рецепт от дедушки Хулио. Так, грибы, я надеюсь, там все не очень ядовитые. Завтра будет ясно. Или уже к вечеру сегодня. Хе.